Баланс, поэтому же коляска. Ты чувствуешь, да? Она не упадет никогда? Никогда. Если я понимаю, то... Значит, если я подъезжаю на автомобиле, в общем-то, ни для кого тут места не выделено. Вот обратите внимание, что вот этой вот разделительной полосы, для того, чтобы человек встал, без проблем, этого места нет. За вот это вот место, если я, человек на автомобиле, приезжаю, да, то вот это вот место для меня специально должно быть быть выделено 3,5 метра. Оно должно быть очерчено. Специально там разграбление. И в том числе и внизу написано. И вот если этот автомобиль остановится на моем месте, и этот человек не инвалид, у него штраф там от 340, по-моему, внутренней. Это по законодательству. Это по законодательству. Сейчас здесь по всевероятности не инвалид. Ну, очевидно, раскидыв никаких указательных знаков, очевидно, не инвалид. То есть он, получается, и не нарушил или нарушил уже нарушил? Естественно, не нарушил. Понятно, потому что он стал под моим знаком. Автокам? Это, Саша, твоя тема. Он стал под моим знаком, поэтому, естественно, что он автокам. Я когда-то имела такую вот, ну, скажем, может быть, наглость. Дважды уже подходила сюда, и один раз на автовокзале. Я без автомобиля, но я просто говорю, что вы заняли мое место. Ну, в принципе, отъезжают люди. Естественно, что на автовокзале сказали, а где ваш автомобиль? Я говорю, мне пришлось остановить, встать на моем месте, потому что вы на моем месте. Я говорю, потому что вы всегда проиграли, пожалуйста, отъедите. Потому что места мало. Я говорю, это мое место. Понимаете? И у нас есть, когда Донецк был наш, у нас есть такая общественная организация, которая тоже, типа, как автокамом, писали. Ты занял мое месяч, и ты хочешь за брат и мою инвалидность? Вот приклеивали такие бумажечки. Прям такая акция, да. Ты занял мое месяч, и ты хочешь за брат и мою инвалидность? И, в принципе, это было правильно. Вот где-то на подсознание, ну, так, знаете, отбивалось. А нам об этом подсказал Маркиян Лубкевский, который УЕФА готовил Евро-2012.